Я сделал десятки критических разборов видео блогеров самого разного уровня на ютубе И только один из этих блогеров не согласился с моей критикой и решил мне оппонировать Я говорю о Дмитрии Головинском И сегодня я продолжу разбирать его ничтожные доказательства, которые были призваны опровергнуть заявление из моего ролика В частности, я поговорю о проведенном так называемом эксперименте Дело в том, что Дмитрий Головинский очень далек от научного мира И хотя в своем видео он признается, что не следует научному подходу, но он даже не представляет, насколько он от него далек Зато мы можем наглядно это увидеть, когда он попытался провести эксперимент для того, чтобы экспериментально доказать ошибочных моих тестов Давайте разберем его эксперимент на части Так сказать, препарируем и посмотрим, насколько он был глупо организован Давайте проведем очень простой эксперимент Попросим подготовленного спортсмена выполнить подход подтягиваний на максимум, используя при этом обратный хват Когда дело касается подобных экспериментов, которые не завязаны на химические или физические свойства объекта Чрезвычайно важно иметь достаточно большую выборку Обычно, если в эксперименте принимает участие меньше 30 участников, то он считается недостоверным Потому что 30 это то число, когда мы уже, в принципе, можем перейти от распределения студента к нормальному распределению Естественно, два этих термина абсолютно не знакомы Дмитрию Головинскому, потому что у него не было курса статистики И поэтому он не знал об этом критерии Но мы можем записать в минус эксперимента количество участников Другим моментом является независимость исследователя и испытуемого Чтобы не было даже опосредованного влияния на результаты эксперимента В данном же случае Дмитрий взял одного из своих знакомых, которому наверняка рассказал о смысле эксперимента И, может быть, это повлияло на результаты, может быть, не повлияло Но то, что у нас не обеспечена независимость Это однозначно, это еще один серьезный минус к его эксперименту Максим Бахман в ходе выполнения контрольного подхода смог показать результат в 14 повторений Третий момент заключается в том, что получаемые в ходе эксперимента результаты должны быть объективными И здесь, как мы видим, объективность полностью отсутствует, потому что мы не можем никаким образом проверить Действительно ли этот участник потянулся на свой максимум или нет Это также крайне снижает качество данных, полученных в ходе эксперимента И если бы у вас было большое количество участников, то можно было бы надеяться на то, что сработает закон больших чисел И вы получите более-менее объективную картинку Но когда мы говорим об одном единственном участнике, результаты, которые он показал, являются крайне недостоверными Дадим спортсмену отдых и попросим его сделать несколько упражнений на бицепс, чтобы добиться его утомления В данной ситуации использовались сгибания со штангой, а также молотковые сгибания с гантелями После этого проведем повторное контрольное измерение В этом моменте Дмитрий Головинский говорит о том, что он решил утомить бицепс участника и посмотреть, как это повлияет на результаты Но если мы посмотрим на выбранные им упражнения и на то, как их выполняет человек, то увидим, что у него работает далеко не только бицепс Он так трясется, потому что у него задействуется и спина, и кор, и ноги, и руки, предплечья и все остальное И, соответственно, говорить о том, что после выполнения этого упражнения он забил бицепс, и поэтому у него упали подтягивания, некорректно Если бы Дмитрий Головинский выбрал бы другое упражнение, в котором бы бицепс работал изолированно Например, сгибание штанги на бицепс на скамье Скотта, и при этом он бы привязал штангу к рукам с помощью лямок Для того, чтобы испытуемый мог полностью расслабить свои предплечья, и тогда бы у него работал только бицепс Тогда, тогда и только тогда можно было бы говорить, что он действительно утомил только бицепс И смотреть, как это влияет на количество подтягиваний В данном же случае он утомил большое количество мышц Кроме того, сам факт первого подхода на максимум также его утомил И поскольку он делал все, я так понимаю, в один день и с не таким большим отдыхом Может быть, он просто не смог восстановиться, и поэтому покажет результаты ниже В данной ситуации результат составил 10 повторений Здесь мы видим, что количество подтягиваний участника оказалось меньшим, чем было в первый раз Но это, опять же, ничего нам не дает, потому что у нас всего был один-единственный участник, который знал о сути эксперимента Который утомил не только бицепс, но и другие мышцы, который утомился на первом подходе на максимум И мы даже не можем проверить, действительно ли 10 это его максимум Может быть, он бы мог потянуться больше, но Головинский ему сказал для подтверждения своей собственной теории Что не нужно подтягиваться больше Более того, Головинский не выложил подходы целиком, а выложил какую-то нарезку То есть мы даже не можем сами оценить, а должны верить ему на слово Стоит ли говорить о том, что качество подобных экспериментальных данных крайне низкое? Дадим возможность высказаться самому спортсмену, чтобы узнать его впечатления До подтягиваний связки полностью восстановлены Никаких напряжений, никакой забитости в руках нет Подтягиваешься на свежую, так сказать После подъема на бицепс, стоя после молотков, забиваются связки Забивается бицепс, и когда делаешь подтягивания, оно, как по мне, это влияет И чувствуется забитость рук, очень напрямую влияет на обратный клад Если брать по количественному измерению, то у тебя разница где-то составила около 30% Как ты думаешь, это объективный измеритель вклада бицепса в твоем случае конкретно? Ну да, то есть на свежую 14 раз получилось, после прокачки бицепса 10 раз Ну, типа, ощутимо, заметно, что на втором подходе, если бы я бицепс не качал Я, может быть, мог сделать еще 14, может быть, там и 12, но никак не 10 Но этот момент, когда участник комментирует свои собственные ощущения В очередной раз доказывает, что Дмитрий Головинский, в принципе, слабо себе представляет Как должны быть организованы научные исследования Очень часто люди, когда делают отжимания, чувствуют боль в центре груди И думают, что они качают середину груди таким образом Хотя никакой середины груди на самом деле не существует Просто там расположены болевые рецепторы, которые они чувствуют Именно поэтому отталкиваться от субъективных ощущений Тем более одного единственного конкретного человека в корне неверно Они могут быть любыми А если вы спросите, чувствует ли он, как на него давит столб воздуха весом в тонну Он скажет, что нет Хотя на самом деле давление существует Если вы облучите его альфа-бета-гамма излучением То он тоже ничего не почувствует Хотя излучение существует Субъективные впечатления и ощущения человека Не могут ни в коем случае являться хоть сколько-нибудь значимым доказательством Чего бы там ни было Просто потому, что наш спектр восприятий крайне ограничен и очень подвержен искажениям По итогам всего этого Скажу честно, это не практическое доказательство И любой человек с высшим образованием Который хотя бы раз в жизни участвовал в проведении эксперимента Или проводил эксперименты самостоятельно Понимает, что все мои критические замечания более чем обоснованы И использовать практическое доказательство Головинского в качестве контраргумента нельзя С тем же успехом я мог бы провести точно такой же эксперимент Где наглядно бы доказал на одном единственном примере Что после закачки бицепса количество подтягиваний увеличится Был бы этот эксперимент достоверным? Да, конечно, нет Кто же в это поверит? Но, тем не менее, он бы был проведен в точном соответствии со всеми вот этими вот ошибками Которые я указал у Головинского Но ни один здравомыслящий человек его не примет Почему Головинский считает, что это доказательство? Потому что, как я и говорил в предыдущих роликах У него недостаточное образование Я даже не уверен, что в вопросах фармакологии и тренировок Он действительно обладает каким-то экспертным знанием А не просто следует рекомендациям своего тренера Благодаря которому он и получил все эти результаты Кстати, о том, что Дмитрий Головинский всем врет про свои рекорды Я сделаю отдельный ролик, в котором расскажу правду Ну а на сегодня все Увидимся в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok